Процесс перехода на безналичную оплату в Сочи идет медленно. Большинство пассажиров готовы рассчитываться за проезд картой. Осталось дождаться, когда к нововведению ответственно начнут относиться сами перевозчики. Оплата через терминалы – это прозрачный доход, что, видимо, не устраивает некоторых перевозчиков. Им выгоднее работать с наличными. Они просто-напросто решили протянуть это время. Но еще раз подтверждает, что, конечно, идет кража денег. И, естественно, эти перевозчики не платят налоги в должном количестве. Поэтому мы сегодня буквально каждого спросили, дали время, значит, к тому, чтобы они опомнились, взялись за ум. И, по большому счету, терминалы установили, как положено, и привели к должному уровню работы своих автобусов. Глава города больше не намерен давать время на раскачку. Оборудовать все автобусы валидаторами перевозчики должны были до начала курортного сезона. Со 2 по 4 августа была проведена административная проверка всех маршрутов. Сотрудниками мэрии обследовано 196 автобусов. Однако, коллеги, я хотела обратить внимание, что терминалы где-то у водителей, это наши работники, которые мониторили информацию, терминалы где-то у водителей внизу спрятаны. И если спрашиваешь, то они дают. А если не спрашиваешь, то... Сегодня в большинстве автобусов, в том числе и малой вместимости, терминалы оказались на месте и в рабочем состоянии. Есть на автобусах и наклейки, оплатив одно касание. Пользуются. Ну, не все. Но иногда карты не работают. Сюда идти? Так что, да, у людей нет денег, а они пихают. У меня деньги есть на карте. Терминал показывает, а карта не обслуживается. Редко. То есть не привыкли еще или просто как? Не привыкли. Это нововведение как-то только началось. И вот сейчас постепенно, постепенно, в день 20-30 билетов. У нас нет терминалов. А не знаете, почему нет, когда установят? Я не знаю. Ну, пока только наличка, расчет. Ну, да. У нас нет. А почему? Не устанавливали. Люди рассчитываются наличными чаще по привычке. Но если во всех автобусах будут работать платежные терминалы, большинство готовы перейти на безналичную оплату. Я не видела терминалов. По поводу удобства, в принципе, наличкой удобно. Иногда бывают ситуации, что да, нужны наличные деньги. Ах нет. Кто хочет наличкой, кто хочет картой. Я думаю, что вот там вот, да. Потому что мы там местные, а люди приезжие. И им может быть удобнее, чтобы с картой рассчитываться. Надо просто идти навстречу, ну, как бы, с пассажиром. С картой тоже расплачиваться хорошо. Удобно? Ну, не задумываешься о мелочи, о сдаче. Вот в этом плюс. Перевозчики, не установившие терминалы в автобусах, рискуют потерять маршруты. Об этом глава города предупредил руководителей транспортных компаний. Таких казусов, что там что-то у нас с терминалом в автобусе, у водителей, ну, не будет соблазна это говорить. Потому что поставлена задача вплоть до моментального увольнения таких водителей просто с линии. И вплоть до того, что если перевозчики, именно предприятия, они будут с этой задачей, поставленной головой, справляться, то, значит, эти предприятия будут просто лишаться этих маршрутов, как и положено по закону. А помочь проверить, как идет работа над ошибками, Анатолий Пахомов попросил участников народного контроля. Активные сочинцы часто ездят на автобусах и предоставят самые свежие и достоверные данные.